Девушки отдыхают И не связанных между собой заданий Нельзя назвать компанией Старшаттеры Графическое оформление Ничем выдающимся похвастаться не может Черный космос, пустыны и поверхности Планет с редкими постройками Все достаточно просто и угрюмо Нэнси Дрюк Рича оф Капу Кейв В игре два уровня сложности Но даже грудной ребенок пройдет игру за пару часов Все загадки очевидны И требуют разве что пиксель хантинга Привет всем реальным геймерам Для тех кто еще не знает Меня зовут Борик И это Факт Программа о компьютерных играх В которой мы отвечаем на ваши вопросы по прохождению Надо сказать что вопросов этих С каждым разом все больше и больше А начнем мы сегодня с Flyboy Squadron Игры созданной по фильму И повторившей его участь В обоих случаях изначально была хорошая идея А у фильма и мощная рекламная кампания Но уже в первые недели проката стало ясно Что успеха не будет То же самое случилось и с игрой Flyboy Squadron должна была стать продолжением Традиции древней игрушки Red Baron Разработчики из компании E! Entertainment Сделали достаточно сложный симулятор С достаточно реалистичной моделью полета И если в начале игры вам покажется Что реакция самолета на ваши действия Джойстиком не точная То со временем вы поймете Что именно такое поведение было у летательных аппаратов в начале 20 века В принципе и к управлению привыкнуть не сложно И уже через пару часов можно будет более-менее уверенно летать Но для этого вам понадобится джойстик Кстати, в игре есть обучающий режим Но толку от него мало Ничему конкретному вы в нем не научитесь Так что лучше сразу переходите к следующей миссии А с сюжетом фильма, на основе которого делалась игра Ее связывают только имена главных персонажей Игра поступила в продажу 16 ноября 2006 года Локализацией в России занимается компания GFI Rusabit M Для тех, кто не владеет английским языком Настоятельно рекомендуем русскую версию Рекомендуемые системные требования Процессор 2 ГГц 512 МБ оперативной памяти 128 МБ видео А также 2 ГБ на жестком диске Игровой процесс в игре не самый захватывающий Однопользовательский режим не представляет из себя ничего выдающегося Несколько не связанных между собой заданий нельзя назвать компанией Разнообразием и интересностью они не отличаются Некоторые задания выполнять очень сложно Но в основном все они проходятся с первого раза и без особых напрягов За геймплей мы ставим 3 балла Получается, что эта игра для тех Кому очень захотелось полетать А под рукой ничего другого не оказалось С граевкой дела обстоят не лучшее Нельзя сказать, что она плохая или несовременная В некоторые моменты она даже приятная и реалистичная Но общее впечатление от внешнего вида игры не очень Все очень абстрактно и схематично Вот вам небо, вот земля, а есть еще самолеты Пара деревьев, немного строений и все Зато никаких тормозов Наша оценка внешних данных 4 балла с минусом Все это можно было сделать интереснее и живее Про звук много не скажешь Никаких видеороликов нет Соответственно, нет игры актеров Нет командных переговоров Нет реалистичного звука окружающего пространства Есть только моторы, выстрелы и все На войне, как на войне За звуковое сопровождение также 3 балла В итоге хочется отметить пару достоинств этой игры Во-первых, несколько разных самолетов того времени, которые отличаются своими техническими характеристиками и поведением И во-вторых, само ощущение того времени Первая мировая, зарождение авиации, первые воздушные бои Настоящий рай для ценителей Для которых Flyboy Squadron заслуженно получает общие 4 балла Игра сама по себе ничем не привлекает Но и не отталкивает Проходится достаточно быстро, без всяких роликов, наград и званий Карьеры нет, есть просто набор миссий На прохождение которых уйдет не более 10 минут Короче, одиночная игра не удалась Разработчики рассчитывали привлечь геймеров мультиплеером На официальном сервере с любым количеством участников Но и там мало кто появляется А теперь внимание Всем настоящим ценителям антикварной авиации Ваши вопросы, наши ответы Если вы хотите добиться успеха Все действия в игре должны быть аккуратными Реакция самолета на ваше движение джойстиком нелинейная Есть некоторые запаздывания и инерция изменения направления движения А чтобы уничтожить вражеские самолеты Иногда требуется около сотни попаданий Так что главное в этой игре — точность А теперь вопрос Помогите, я нахожусь в самой первой миссии Где надо сбить 20 вражеских самолетов У меня никак не получается Максимум, что я смог, сбить 17 штук Спокойно, все не так страшно Для получения удовольствия от этой игры Не обязательно проходить все миссии Можно запросто перейти на следующую А эта миссия действительно не самая простая И тут поможет только упорство Кризис, война, мировая нестабильность Поклонники приключенческого сериала Нэнси Дрю ничего об этом не знают Ведь каждый год, вне зависимости ни от чего На свет появляется очередное продолжение их любимой компьютерной игры Да плюс ко всему редкому фанату этого сериала более 10 лет Так что родители ждут Нэнси Дрю с таким же нетерпением, как и дети Такими спокойными и тихими их чадо бывают только раз в году На этот раз сюжет забрасывает нас на Гавайи Где Нэнси решает беззаботно провести время и отдохнуть от приключений Конечно же, вскоре отпуск превращается в очередное расследование Местные полинезийские монстры вырвались на свободу К тому же Харди Бойс, старые напарники Нэнси По счастливому совпадению отдыхают на том же острове Команда стала быть в сборе Игру уже несколько лет подряд разрабатывает и издает студия Hair Interactive В продаже новая серия Адвенчуры Creature of Capu Cave появилась 21 октября 2006 года Системные требования в игре следующие Процессор с частотой 1,2 ГГц 256 МБ оперативной и 32 МБ видеопамяти На жестком диске Capu Cave займет 850 МБ В игре два уровня сложности Но даже грудной ребенок пройдет Нэнси Дрю за пару часов Все загадки очевидны и требуют разве что пиксель хантинга Знакомые с предыдущими частями будут несколько разочарованы Остальные Нэнси были в целом и сложнее и длиннее Геймплей больше трех баллов не набирает Играть в Creature of Capu Cave надо закрытыми глазами Иначе контраст звука и изображения приводит к психологическим травмам Низкий бюджет и необходимость ежегодно выпускать новые серии Конечно, накладывают отпечатки Но не могут люди так двигаться Пусть лучи открывают рот и жалобно смотрят Как это делали персонажи квеста в 90-х годов Когда бармен, похожий на восховую куклу Начинает что-то делать руками А туловище вместе с головой сохраняет мертвую неподвижность Картина складывается совершенно сюрреалистическая Одним словом, тройка за графику Звук оставляет после себя чуть более приятные воспоминания, чем графика Музыка и погодные эффекты создают прекрасную пляжную атмосферу Которой нам, северным жителям, часто не хватает Зато картинка успешно эту самую атмосферу разрушает Хотя бы один листок на пляжном дереве шевельнулся Вместо этого курортные декорации в Нэнси Дрю Напоминают скорее лунную поверхность С героями схожая ситуация Озвучены они неплохо И за вычетом роботов Хэрди Бойс говорят довольно естественно Голосу Нэнси претензий нет 4 балла за звук Как это часто и бывает С каждой новой частью сериала Нэнси Дрю Становится все хуже и хуже А вышло их, начиная с 1998 года, уже 15 штук Дело все в том, что за прошедшие 9 лет Разработчики не удосужились даже поменять движок Таким образом, по нынешним меркам Нэнси Дрю Настоящий троечник Ребенка обмануть легко Поэтому будьте бдительны Если вдруг увидите малолетнего геймера Играющего в The Critcher of Capu Cave Подойдите к нему И отечески посоветуйте Попробовать другие, более ранние части этого сериала Иначе производители компьютерных игр Для детей и вовсе обленятся Для тех же, на кого советы старших не действуют Мы разберем несколько затруднительных моментов Последней части сериала Нэнси Дрю Вопрос А где найти фотогальванические ячейки Для солнечной панели в разрушенном лагере? Отвечаем Отправляйтесь в исследовательский центр К доктору Крейвену Он попросит вас собрать для него семена растений На которые у него самого аллергия Если вы все сделаете правильно Он поделится с вами необходимым количеством фотогальванических ячеек Вопрос А зачем нужен диктофон, который я нашел в кустах? Там запись рабочего дневника доктора Куингли Но как ее применить-то? Отвечаем Послушайте запись внимательней Там будет последовательность звуков, которые необходимо воспроизвести Чтобы открыть замок на одном из ящиков палатки доктора Куингли Вопрос А как мне заполучить ключи от джипа? Отвечаем Подойдите к Майку и поговорите с ним Он попросит вас сделать ожерелье из ракушек Найти их можно на берегу Внимательно осмотрите каждый сантиметр пляжа И соберите все ракушки и камешки Смотрите во второй части программы CM&MAX эпизод 3 Любители сложных пазлов могут по-прежнему отдыхать В сторонке Игре, увы, и далеко от шедевров LucasArts Star Shutter The Gathering Storm Графическое оформление ничем выдающимся похвастаться не может В черный космос пустыны и поверхности планет с редкими постройками Все достаточно просто и угрюмо Смотрите во второй части программы Star Shutter The Gathering Storm Графическое оформление ничем выдающимся похвастаться не может В черный космос пустыны и поверхности планет с редкими постройками Все достаточно просто и угрюмо CM&MAX эпизод 3 Любители сложных пазлов могут по-прежнему отдыхать в сторонке Игре, увы, и далеко от шедевров LucasArts Star Shutter The Gathering Storm Это не то, что вы подумали Это не дополнение и не продолжение И точно не новая игра Это обновленное название и минимум изменений Основные принципы игры остались без изменений Космический симулятор, совмещенный со стратегией в реальном времени Оригинальный Star Shutter не получил широкого признания публике И это при том, что в 2004 году С космосимами дела обстояли гораздо хуже, чем сейчас А сейчас они, надо признать, находятся на отметке едва терпимо Идея объединить космический симулятор со стратегией в реальном времени Не то, чтобы новая, но и не слишком популярная Еще в Home World, который сейчас находится в статусе иконы Многим отчаянно не хватало возможности взять управление Каким-нибудь космическим агрегатом на себя И помчаться вперед, самолично сея смерть и разрушение Так вот, через каких-то пять лет Бригада разработчиков с оригинальным названием Destroyer Studios выпустила Star Shutter Игру, в которой на первом месте были космические бои А на втором космическая же стратегия Нельзя сказать, что пресса взахлеб полюбила проект Но кое-какого признания Destroyer Studios добилась Так что через два с лишним года небольшое Но сплоченной комьюнити фанатов получила, наконец, Star Shutter The Gathering Storm Игра поступила в продажу 19 октября 2006 года Рекомендуемые системные требования Процессор 2,5 ГГц 1 ГБ оперативной памяти 128 МБ видео А также 600 МБ на жестком диске Последнее время все космические симуляторы принято сравнивать с Эве Онлайн Там есть настоящий космос, свободный рынок и даже согласованные действия в строю Нет только одного возможности сложить лихой вираж так, чтобы уши заложило Именно в Star Shutter The Gathering Storm вы сможете заняться высшим космическим пилотажем В любом из режимов, аркада, симулятор, стратегия, игра генерирует интересные миссии Но, к сожалению, человеку, желающему интересной игры, без отвлечения на сомнительные эксперименты Здесь делать нечего Ведь для того, чтобы объединить несколько жанров вместе, большого ума не надо А вот чтобы заставить все это работать и взаимодействовать, нужен талант Наша оценка геймплея только 4 балла Графическое оформление ничем выдающимся похвастаться не может Черный космос, пустынные поверхности планет с редкими постройками Все достаточно просто и угрюмо Могут порадовать космические корабли По сравнению с прошлой частью игры, им добавили полигонов и вообще приукрасили Наша оценка внешних данных 4 балла Озвучка подчеркивает происходящее в игре Космическая бездна беззвучна Голоса персонажей бездушны, а спецэффекты неинтересны Шум двигателей и редкие выстрелы лазеров Вот и весь набор Наша оценка звукового оформления 3 балла Обладая внушительным потенциалом Симуляторная составляющая The Gathering Storm неожиданно скукоживается до размера какой-нибудь завтра война То есть космос есть, а удовольствия нет Destroyer Studios стоит все-таки притормозить и подумать Во что они, собственно, хотят заставить нас играть Симулятор-стратегию или эпохальную историю о межгалактической войне Потому что все вместе как-то не очень получается Наша общая оценка игры 4 балла Время идет, а мир Старшаттер так и не ожил Все тоже бескрайнее космическое спокойствие И редкие вспышки активности Игра для тех, кому не с чем ее сравнить Или для начинающих геймеров И если ты, мой юный друг, относишься к таким геймерам Для тебя у нас есть ответы на вопросы по прохождению И полезные советы по игре Первый вопрос Подскажите, а что мне делать? Я управляю фрегатом и меня атакуют истребители Как мне защитить себя от ракет? Отвечаем К сожалению, единственный выход — это следить по радару За приближением истребителей противника И если они летят к вам, нужно разворачиваться в противоположную сторону И улетать, используя квантовый двигатель Следующий вопрос Подскажите, иногда у меня не получается зафиксировать цель Ну почему? Отвечаем Цели фиксируются на определенном расстоянии до них А если повреждена система локатора Тогда это расстояние может уменьшиться Следующий вопрос У меня проблема Иногда двигатели выключаются И я не могу заставить их работать В чем причина? Отвечаем Нажмите клавишу С И посмотрите состояние всех систем Если они желтого цвета Значит работают не на полную мощность Если красного, тогда они повреждены Следующий вопрос Скажите А можно построить корабль, который будет чинить сломанные истребители? Ну ненавижу, когда у них отказывают двигатели Отвечаем К сожалению, такой возможности нет И вообще, это война Если двигатель не работает, значит не работает Но наверняка можно сделать мод, в котором будут ремонтные корабли Съемочная площадка Telltale Games явно перешла на круглосуточный график работы Третий эпизод Sam & Max выпущен в рекордные сроки Причем уже готов четвертый Разница между датами выхода всего один месяц Такого компьютерная индустрия еще не помнит Итак, встречайте Очередная часть самой часто выходящей игры Sam & Max эпизод 3 The Mole, The Mob and The Meatball Начнем с сюжета На смену маньякам-одиночкам теперь пришла игрушечная мафия Как вы понимаете, это название неспроста Все члены мафии носят огромные медвежьи головы Секретный агент, пресловутый Вимол, Крот в переводе Проник в недры организации Но связь с ним была потеряна Полиция беспомощна, Сэм и Макс берутся за опасную миссию Наладить связь с агентом Сценарий никогда не был слабой стороной Telltale Games Но в этой части разработчики, пожалуй, добрались до пика Основной эффект по-прежнему достигается за счет диалогов главных героев В каждую реплику заложена мощная доля горчицы Юмор льется буквально из рога изобилия Персонажи, музыка, декорации, бесконечные визуальные гэги Все работают на то, чтобы игрок хохотал без передышки Планка поднялась так высоко, что даже тихонько пугаешься Долго ли разработчики протянут на этом уровне? Выдержат ли до конца? В любом случае, третий эпизод на данный момент хвастает Самым смешным и увлекательным сюжетом Стало традицией, что половина локаций, офис детективов и улица Остается без изменений А разработчики каждый раз лишь добавляют по паре помещений Третья часть не исключение В ней лишь скромные четыре новых комнаты Больше не завезли Системные требования к третьей части следующие Процессор с частотой 1,5 ГГц 512 МБ оперативной и 32 МБ видеопамяти На жестком диске игра займет 240 МБ Любители сложных пазлов могут по-прежнему отдыхать в сторонке Игре, увы, далеко до шедевров LucasArts Сценарий, радовавший и в предыдущих эпизодах На этот раз доставляет какое-то фантастическое удовольствие Но, увы, доза его скромна Лишь час и не минуты больше Но вместо десерта полагаются не очень приятные болячки Огромное количество старых локаций и персонажей Четверка за геймплей Новые локации, безусловно, радуют глаз Например, казино игрушечной мафии Которое напоминает цирковой шатер Или магазин плюшевых изделий Сторожилам, которые помнят Sam & Max с Hit The Road Приготовлена очень приятная мини-игра Где надо упражняться в реакции Стреляя по картонным крысам Выглядит игра по-прежнему на все 5 баллов Музыка и голоса героям по-прежнему не вызывают особых нареканий Тем более, что игру вам придется в основном слушать Диалогов в третьей части огромное количество Благов все они смешные И заскучать у вас вряд ли получится Пятерка за звук Знаете, что самое смешное? Выходи все эпизоды одной большой игрой И мы бы не обратили на это внимание Но довернулись ненадолго в родные пенаты Но ведь впереди еще почти целая игра Поэтому наш сайт остается в силе Сериал Sam & Max лучше потреблять не кусочками, а целиком Тем более, если разработчики продолжат держать такой темп То все эпизоды достанутся вам совсем скоро 5 баллов получает третья часть Sam & Max Главный рекорд третьей части касается скорости прохождения Это не только самый смешной, самый, забыл, веселый и самый красочный эпизод сериала Но и самый короткий Вам хватит ровно одного часа, чтобы увидеть феерическую концовку игры Даже Sam & Max, поражающие своей говорливостью, не продлят ваше счастье надолго Хотя некоторых Эдет Венчура все же поставила в тупик На их вопросы мы сейчас и дадим самые развернутые ответы Вопрос Как обыграть сидящего за столом странного усатого типа Который называет себя Леонард Стик Чармер? Отвечаем Приглядитесь к нему В тот момент, когда он якобы пытается угадать, какую карту прилепил себе на лоб Его глаза смотрят вверх Обернитесь и увидите отполированный красный нос, нарисованного над выходом клоуна В нем и отражается карта, прилепленная на лоб Шулера Возьмите карту, которую вы подобрали в офисе, и приклеите ее на зеркальный нос Таким образом вы обманете Стик Чармера и выиграете кучу фишек Вопрос Как мне проникнуть в логово игрушечной мафии? Отвечаем Отправляйтесь в магазин Боско Он продаст вам жука, которого нужно прилепить рядом с заветной дверью Чтобы тот подслушал секретный пароль Как только очередной мафиози пройдет за дверь, забираете жука и запоминайте пароль Теперь проблем быть не должно На сегодня это все Заходите в форум на сайте mustv.ru Я и там общаюсь с вами Меня зовут Борик Ротар Это был Фак Присылайте мне свои вопросы на адрес faqsabakamustifistv.ru И помните, что ваши вопросы это наше все Без вас нет нас Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok